По-особенному праздник отметили и в храмах. По традиции химчане пришли туда за Великой Агиасмой, то есть освященной водой. В одном из самых красивых мест округа, храме Успения Пресвятой Богородицы, квартала Траханеева, побывала и наша съемочная группа. Слово Екатерине Юшиной. Великое освящение воды совершается дважды в год, в само крещение и накануне в Сочельник. Название связано с традицией готовить сочево, пшеничное блюдо с медом и изюмом. Как и перед Рождеством, пищу не вкушают до выноса свечи после утренней литургии. Для нас праздник Крещения и Сочельник – это такая радость. Господь приходит к Иордану, крестится. В храме Успения Пресвятой Богородицы в очередь со святой водой выстроились около 50 человек, большинство – прихожане. Мне бы хотелось поздравить всех жителей городского округа Химки, всех жителей моего любимого микрорайона по Адресскому с этим праздником. О свойствах святой воды люди говорят веками и стараются домой принести именно крещенскую воду. Говорят, что она исцеляет болезни и вообще благотворно влияет на человека. Также в древности считалось, что особыми свойствами обладает и крещенский снег. Например, женщины знали, что он может выбелить любую холстину. А если вымыться в бане водой, натопленной из такого снега, то можно надолго сохранить красоту и молодость. Очень хочется пожелать всем кимчанам, чтобы в этой жизни как можно было меньше бед, чтобы благополучие в семье было всегда. Очень все замечательно, трогательно. Даже слезы на глазах. Спасибо Господу за все, что дал возможность побыть на таком празднике. Как сказали многие прихожане, вечером они обязательно пойдут к купели, чтобы встретить великий праздник Богоявления Господня и пройти испытание Иорданью. Екатерина Юшина, Валерий Алексеев, Служба новостей.